Всем привет! А я продолжаю вам рассказывать о сортах крупноплодной земляники, которую выращиваю у себя в огороде. И сегодня расскажу о сорте Мицца Шиндлер. Это сорт неремонтантный, позднеспелый. Вот на начало июля в Московской области ягода только начинает поспевать. Этот сорт очень выделяется среди всех моих сортов. Даже по внешнему виду куста вы ни с каким другим сортом ее не перепутаете. Во-первых, сам вкус в принципе сам небольшой, раскидистый, густо облистленный. Сама листовая пластинка небольшая, но она темно-зеленого цвета и такая ярко-ярко выраженная ребристость. Цветонос сам тонкий и под тяжестью ягоды практически ложится на землю. Поэтому рекомендую все-таки мульчировать грядки, чтобы ягода оставалась чистой и не гнила. Как я уже сказала, что цветоносы у этого сорта довольно-таки тонкие. Выпускает их по несколько штук и под своей тяжестью ягод они практически ложатся на землю. Ягодка округлая. Характерна для нее в полной спелости темно-темно-вишневый цвет. Еще выделяется она среди всех сортов тем, что у нее семена очень глубоко вдавлены в мякоть. Да и зрительно, знаете, очень довольно-таки интересно. Она сначала такого зелено-белого цвета сама ягодка не спела, а семена у нее красные, красно-розовые. Такой необычный у нее вид при созревании. Тоже характерно для этого сорта. По вкусу очень-очень вкусная ягода, сладкая, очень сочная. Привкус в характеристиках разные пишут у нее. Привкус для меня послевкусие от шелковицы. Кто-то пишет, что послевкусие малины и так далее. В общем, на вкус и цвет товарищей нет. Ну и при положительной характеристике есть и отрицательная сторона у этого сорта. Для меня, как это оказалось, эта ягода практически нележкая. То есть даже когда идет сбор урожая, при легком надавливании пальцами на ягоду она начинает приминаться. То есть ее куда-то везти, уже товарный вид она потеряет. Затем ее урожайность. Урожайность или средняя, или ниже среднего. Это не только у меня, но и вообще по сорту эта характеристика заявлена. Ну в принципе все из отрицательных моментов. Сам сорт очень зимостойкий, не болявый. Вообще я слежу за кустами, чтобы листья все были чистые. Если какие-то листья уже подгнивают, желтеют, я сразу их убираю, вырезаю. И еще один момент, это может быть или отрицательная сторона этого сорта, или положительная. Она очень много дает усов. То есть за усообразованием нужно будет следить. Лишнее вырезать, то что если вы будете ее разводить, ставить уже на размножение. Усов дает очень много, прореживать. Ну и еще такой момент, что куст он сам по себе и небольшой. Черешок у него небольшой, поэтому раскидистый. И нужно высаживать на расстоянии не менее 50 сантиметров. Потому что загущается листвой и могут образоваться гнили. Вот сейчас после дождей некоторые ягоды, но это так точечно гниль, она попадается. Вот. Ну это прям единичные случаи. Так в принципе она очень устойчива к серым гнилям. Еще хочу добавить такой момент. Да, мицешильдер не порадует вас супер урожаем, но в огороде нужно иметь несколько сортов. Это ранние, средне-поздние, поздние и ремонтантные сорта. Вот мицешильдер из поздних сортов, я считаю, что один из самых лучших. Да, не урожайный, но его можно простить за вкус, за аромат и за красоту этой ягоды. Еще такой момент. Для каких заготовок подойдет сорт мицешильдер. Если вы варите варенье и хотите, чтобы ягодка к ягодке была, этот сорт вам не пойдет. А вот если джем варите, будет идеально. Хороша эта ягода в компотах. Также будет она идеальна для пастилы, кто готовит. Потому что ягода очень сочная, нежная, сладкая. И вот эти костянки, которые у ягоды глубоко вдавлены, они мелкие и практически не ощущаются во рту. Все ягоды я выращиваю на высоких грядках. В них у меня заложен перепревший конский навоз и закрыто все мульчой. Здесь у меня солома. Минеральными удобрениями я не пользуюсь. Начало июля, это самое время, когда я уже начинаю укоренять усы из понравившихся мне сортов. Делаю я это или вот в таких полулитровых горшках. Здесь заполнено у меня перепревший навоз. Или в таких 350 граммовых. Тоже здесь перепревший конский навоз. Фиксирую согнутой проволокой. Уз от материнского куста я не отрезаю до того момента, пока здесь уже не будет полноценное растение. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. Желаю вам больших и вкусных урожаев. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok